Здравствуйте! Сегодня будет кратенький обзор по сортам, которые впечатлили меня в последнюю неделю. За последние 7 дней, можно сказать. Итак, в кадре у нас находится 2232. Может показаться, что это махровый цветок. Что мы видим? Сверхгиперрюшистость такая, рюшастость, солнце-клёш как бы. Вот такой зелёный край, именно за счёт зелёного вот этого края цветок и растягивается. То есть он всё время растёт, растёт, растёт. Вот сколько бы этот цветок, какой бы возраст у этого цветка не был, он всё время растёт. И чем больше дней проходит, тем больше происходит растяжение лепестков, и тем больше заворачивается вот такая рюш. Если мы посмотрим внутрь, вот, кстати, там видны уже пыльники старенькие, уже там серая гниль на них поселилась, кушает. Вот, то есть цветок уже старенький видно. Но, как видите, он всё равно растёт, держится и не опадает. Ещё интересно, у этого сорта вот такая вот синяя фиолетовая кайма по нижним лепесткам. Нижние лепестки по краю тоже имеют зеленцу, то есть хлорофилл, и за счёт этого они растут. Вот уникальное качество. Если мы посмотрим в центр розетки, то мы увидим там, я насчитал, 10 цветоносов срезанных. И вот два ещё цветут. 12 цветоносов. Конечно же, розетка такие цветки не вытягивает, и можно заметить, что она слегка истощается. Но, точка роста не пропадает. Вот, что для меня важно, это то, что точка роста не пропадает. Всё равно растут листики. Это очень важно. Очень важно. Вот у таких подобных сортов мы всё время упирались в этом направлении, в то, что вот такое растяжение цветков сопровождается пропаданием точки роста. Но вот данный сорт 2232, в данном случае точка роста не пропадает. Это очень ценно. Итак, следующий сорт, который меня впечатлил, это мишка. Как только наросла вот такая розетка взрослая, сейчас эта розетка растёт в горшке 15 сантиметров. Не 15, 16 сантиметров. И это позволило раньше... Раньше цветки у мишки были в районе 10 сантиметров, а сейчас больше 12 сантиметров. 5 дюймов! Цветок 5 дюймов. Для махровых цветков это просто... Это сверхгигантский. Это немыслимый ранее размер. Ещё 5 лет назад 12 сантиметров был гигантский для простых цветков. А ещё 5 лет назад огромными цветками считались 9 сантиметров. А это 12 сантиметров гипермахровый. Не просто махровый, а гипермахровый. В общем, мишка меня приятно удивил. Если дать возможность окрепнуть розетки, он себя показывает просто сверхгигантским. Кстати, для примера здесь мы можем посмотреть на пандору. Тоже гигантский цветок. Но пандора может дать размер и в малом возрасте. Вот это самый большой лист на этой розетке. Этой розетке месяцев 10, наверное. И пандора может позволить себе вытянуть вот такой гигантский цветок тоже. Но здесь 12 сантиметров нет. А может и есть. Ну, сантиметров 11. Ну, 10 точно. Лепестки, кстати, чуть-чуть плотнее, чуть-чуть толще, чем у мишки. Итак, что еще я хотел показать? Я хотел показать вот этот сорт. Это у нас 2248. Рассмотрим его получше. Посмотрите, насколько текстурные лепестки. Они очень насыщены пигментом. И пигмент по краю увеличивается. Пурпурный и зеленый край. И такая вот бахромка. Как бы зеленая. Ранее этот сорт не давал возможности раскрыться так цветку. То есть он был как бы полузакрытым. Но вот подросла розетка. Вот сейчас я покажу. Вот такая сейчас розетка. И вот, кстати, эти бутончики. С правой стороны мы видим фитюрку. Уникальный сорт. Я о нем чуть-чуть еще расскажу. Чуть позже. Так. Продолжим. О неприлично... О неприлично красивом сорте. Вот он ужасно красив. Он ужасно харизматичен. Просто неприлично харизматичен. Вот. Уникальный сорт. Так. Насчет фитюрки. Это, кстати, та розетка, которая ездила в посылке 45 дней. Вернулась. И мы ее отхаживали в тепличке. Вот из прошлых видео можете посмотреть. А вот ее детки. Вот такие детки. Мы запустили маленькую штучку. Это маленькая штучка. Тьфу ты. Я, наверное, неправильно назвал. Итак. А вот детки зацветают. Ну, что можно сказать? Если бы они... Если бы это было 10 лет назад, они бы стали бы сортами. Ну, они красивые. Они прикольные, можно сказать. Да? Но в них нет уникальности. Вот нету в них новизны. Нет новизны в них. Вот тут даже есть такой вот махровый. Но нету. Ну, вот все равно. Вот маленькая штучка. Это маленькая штучка. А потомство... Да, красивое. Но сортами... Ну, во всяком случае, в нашей селекции уже не будет. Уже процело, наверное, штук 300. Каждый день. У нас много посевов маленькой штучки. И... Ну, много как. Ну, 5-6 может быть. Каждый день зацветает штук 10-15. Когда 10, когда 15, когда 5. И такое может быть. Это именно маленькой штучки. Зацветают еще и из других посевов. Но ничего уникального пока мы не отобрали. Часто бывает... Да не часто, почти всегда. Берешь уникальные сорта. А с уникальных сортов получаются... Ну, просто хорошие... Хорошие сеньцы. Но не уникальные. Впрочем, среди людей бывает часто так же. Так. И... Хочу показать вот этот сорт. Это 2284. Этот цветок держится уже месяц. Вот, поверьте мне, месяц... Вот как вот он сейчас выглядит. Месяц назад он был точно таким же. Можете зайти на форум. У меня есть там фотография трехнедельной давности. Вот там точно такая же фотография. Это тот же самый цветок. И я не знаю... Я на нем не вижу признаков старения. Вот удивляет меня этот сорт. Это 2284. Еще раз повторюсь. Вот мне самому интересно, сколько этот цветок продержится вот в таком девственном, можно сказать, виде. Я не вижу признаков старения. Вот правда. Из-за того, что у него нет пыльников, И серой гнили прицепиться некуда. Потому что, ну, серая гниль цепляется прежде всего на пыльники. Вот я сейчас вот покажу вот сюда. Вот посмотрите. Видите там пыльники? Вот они начинают портиться. Вот прежде всего... Прежде всего, портится цветок, начинает с пыльников. А вот у него нету. Плюс махровый он. Плюс вот эта зеленца по краю. Наличие хлорофилов, лаваноидов вот по включению. Возможно, как-то это способствует вот сохранению цветка. Итак, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Я периодически буду рассказывать о ходе нашей селекционной работы. И буду показывать, рассказывать о наших новинках.